Так, ну что, давайте, наконец, распечатаем вот эти вот оставшиеся маленькие посылочки. Причем вот не люблю я вот такие вот посылки, когда вот берешь и не знаешь, как вот это можно открывать, чтобы оно не впортилось. Прямо вот издевательствует над здравым смыслом. Ай! Извините за шуршание, ну, просто боюсь порвать. Боюсь порвать. А здесь у нас, значит, что? Это у нас татушки. Ну, временные, естественно, татушки. Не знаю, что-то как-то вот посмотрел, мне стало интересно, решил заказать. Ну, вот, собственно говоря, заказал. Вот. Еще одна. Здесь, видите, можно радостно наклеить Единая Россия. Вот. Ну, в принципе, вот, наверное, флаги болельщикам будет, наверное, наколоть весело. Не знаю, там вот такой вот может быть флаг. Да, с другой стороны, почему бы и нет. Вот эта вот очень интересная наклейка, она идет как на Хэллоуэн. То есть, на самом деле, прям вот, я вам даже сейчас картинку вставлю. Видите? Вот так вот человек приехал на пинбольную игру Сталкер. И прям вот на многих фотографиях тех, кто делал съемку, он попал. На самом деле, выглядит очень симпатично. Вот. Ну, татушки, не знаю, может быть, попозже сниму видео, да, и добавится это в раздел, как это работает. Ну, не знаю. Пока не знаю. Значит, что это такое? Это вот такая вот игрушка для детей, да, развивающая. Давайте несколько откроем. Вы знаете, прям сложно как-то они открываются. Не знаю, как это ребенку делать. Вот, открылось. То есть, вот, ребенок должен, оп, вот так вот она не собирается, да. Вот так вот она не собирается, а вот так вот оно, бах, собралось. То есть, по идее, ну, это вот развивающая для детей. Качество, не знаю, какое-то... Ну, запаха нет, на том спасибо. Очень интересный инструмент. Вот, не совсем... О, вот так вот он открывается. Вот так вот он закрывается. А что это такое? Это инструмент, который нужен на рыбалке. Те, кто в курсе, да, вы поймете. Те, кто не в курсе, я боюсь сейчас... Сам не вспомню, как им правильно нужно пользоваться. То есть, вот, когда я смотрел к нему описание, мне вот он прям вот понравился. Теперь надо посмотреть, вспомнить, для чего он нужен. И начать им пользоваться. А в видеообзоре, я подозреваю, он у меня будет в обзоре, как этим пользоваться вживую. Да, я его выложу. Вы знаете, осталось понять... О, вот так вот он открывается. И вот так вот он обжимает. Ну, очень-очень-очень симпатично все выглядит, да. То есть, у нас какая-то прорезиненная ручка, судя по всему, диэлектрик. Да. Значит, подписано. 0,5, единичка, полторашка. Оп. И обжали. Все работает, все хорошо. Пружинка такая интересная. Понимаете, да, для чего это нужно? Это нужно для проводки. Особенно, если у вас многожильная мягкая проводка, и вот на нее нужно ушки вот эти вот надеть. Вот это вот будет самое оно. Ценники, которые у нас на такой инструмент в магазинах, мне абсолютно не нравятся. Здесь ценник, ну, какой-то такой вроде живой. Ну, не знаю, может быть, отдельно сниму на него дополнительно видео. Может быть, нет. Задумка. Задумка интересная. То есть, втыкаем в USB, и с этой стороны мы видим mini-USB. То есть, по идее, все это дело должно надеваться на руку. Ну, вот, скажем, на мою руку, я боюсь, это не налезет. Здесь мы видим пленка. Соответственно, под этой пленкой что-то такое вот... Давайте даже, наверное, с ней снимем все-таки вот эту пленочку. Вот, под ней мы видим, как сказать, металлическая часть. Ну, прям даже подходящих слов не могу подобрать. Значит, на выходе что это? Это брелочек на детскую ручку, ручечку, да, который можно использовать как кабель USB. Стоит недорого, ну, к качеству, как-то вот, по мне, не особо. Хотя детям, наверное, будет весело. Значит, Ugrim, наверное, правильно, так или не так, не знаю. Приходили у меня некоторые вещи от Ugrim. Это OTG кабель. OTG кабель приходил, он мне понравился. Здесь у нас адаптер, значит, на 1 А и на 2,4 А. Вы знаете, он тяжелый. Вполне возможно, на самом деле, он это выдает. Насколько это правда, мы давайте посмотрим в дополнительном видео. То есть, возьму тестер, возьму несколько адаптеров. Я заказал-таки себе адаптеры разные, разнообразные. Ну, и посмотрим, насколько все это дело соответствует действительности. Ну, пока вот он есть, ссылку на него положу. Предварительно нравится. А, для чего это нужно, да? Например, вы ночью ложитесь в баньке. И одновременно можете поставить на зарядку как планшет, который хочет 2,2 с небольшим, да, так и телефон, который хочет единичку. Так, ну, вот как всегда, вот со стеклами, прям вот абсолютнейшая какая-то невезуха у меня со стеклами для Asus Zenfone Max. Единственный раз, когда я прям был вот совсем-совсем доволен, это когда с китайскими палочками пришло стекло. Мне оно очень понравилось. Оно на самом деле соответствовало всему, что необходимо. Здесь, видите, вот тут прям вот вмятина, безумная вмятина. Не знаю, насколько повредился или нет. Значит, что хорошо, да, салфетка влажная, сухая и наклеечка от пыли, да, то есть комплектация полная. Давайте посмотрим, насколько наше стекло живо или нет. Тут, вы знаете. Стекло живо, в этом отношении все хорошо, но вот то, что мне не нравится, это то, что у него, да, всего два выреза. То есть вырез под камеру у нас отсутствует. Вот я вот противник этого по звуку. Ну, по-моему, все-таки это пленка, а не стекло. Скорее всего, это обман. Ну, да ладно, да. Поверим, что это стеклышко. Не рекомендую это стекло, потому что вырезов все-таки, я считаю, должно быть три. Я на него, конечно, выложу, да, ссылку и выложу ссылку на стекло, которое мне до безобразия понравилось. Значит, за сим. Пока все. Сейчас у меня идут там разные, разнообразные, интересные вещи, поэтому не забываем подписываться. Что-то интересно, задавайте вопросы, ставьте лайки, делитесь видео. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok